Здравствуйте, дорогие первоклашки! Рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Определим тему нашего урока. А для этого я вам предлагаю разгадать загадку. Скачет бойко по дорожке, подбирает с земли крошки. Не боится голубей? Что за птица? Конечно же, ребята, это воробей. Сегодня мы познакомимся со стихотворением Семейла Яковлевича Маршака, которое называется «Где обедал воробей?» Давайте посмотрим, куда отправился наш воробей. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткою у льва. Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы, Ел морковку у слона, с журавлем поел пшена. Погостил у носорога, отрубей поел немного. Побывал я на Перу у хвостатых кенгуру. Был на праздничном обеде у мохнатого медведя, А зубастый крокодил чуть меня не проглотил. Вот такое путешествие по зоопарку совершал наш воробей. А теперь, ребята, давайте постараемся ответить на вопросы, которые даны к нашему стихотворению. И первый вопрос. С какой целью воробей полетел в зоопарк? Вы уже все, наверное, догадались, что он полетел пообедать. У каждого зверя он попробовал его еду и отправлялся дальше. Второй вопрос. Чем его жизнь отличается от жизни обитателей зоопарка? В отличие от обитателей зоопарка, воробей может свободно, ребята, передвигаться. А вот звери заперты в клетках. Поэтому воробей мог перелетать от одного зверя к другому, а жители зоопарка этого делать не могут. А мы переходим к грамматической части нашего урока. И наш воробей предлагает вам составить предложение. У нас даны слова. Воробей зоопарки у в зверей обедал. Все эти слова мы встречали в стихотворении. Давайте постараемся составить из них предложение. Так как главный герой нашего предложения это воробей, и мы знаем, что он обедал. А обедал он в зоопарке у зверей. У нас получается предложение. Воробей обедал в зоопарке у зверей. Обратите внимание, еще раз, ребята, предложение пишется за главные буквы, а в конце предложения ставится точка. Но в конце предложения ставится, ребята, не только точка. Кроме точки, в конце предложения мы еще ставим вопросительный знак и восклицательный знак. В ваших учебниках есть сведения. Предложение это слово или нескольких слов, связанных между собой по смыслу. Предложение на письме отделяется друг от друга точкой, вопросительным знаком или восклицательным знаком. Для закрепления нашего материала давайте выполним упражнение 1 на страничке 146. Нам нужно прочитать и разделить текст на предложение. Мы с вами сейчас узнали, чтобы разделить текст на предложение, нужно отделять их друг от друга точкой, вопросительным знаком или же восклицательным знаком. Давайте вместе постараемся найти границы предложений. Итак, в лесу жил ежик. По смыслу предложение заканчивается на слове ежик. Значит, после слова ежик мы поставим точку, а слово ночью мы уже, ребята, напишем за главной буквы. Ищем вторую границу второго предложения. Ночью он приходил в сад. По смыслу предложение заканчивается на слове в сад. Значит, и здесь мы поставим точку, а слово там уже будет писаться за главной буквы. Ищем конец третьего предложения. Там он находил яблоки. По смыслу предложение заканчивается, значит, можно поставить точку, а слово «зверек» написать за главной буквы. Зверек накалывал их на иголки. И опять мы получили смысловое заключение и ставим точку, а слово «еж» пишем за главной буквы. «Еж» относил яблоки в свою нору. И это, ребята, последнее предложение. У нас с вами получился связанный текст, а раз у нас связанный текст, то мы его запишем с красной строки. Красная строка – это значит записать первое предложение, чуть-чуть отступя от края. То есть вот так. У нас получился текст. В лесу жил ежик. Ночью он приходил в сад. Там он находил яблоки. Зверек накалывал их на иголки. Еж относил яблоки в свою нору. Упражнение 2. Нужно списать выделенный отрывок из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Где обедал воробей». С ним мы уже познакомились. И определить, какие знаки стоят в конце предложения. Для этого, ребята, давайте вернемся к тексту нашего стихотворения и прочитаем его. Выделенная часть – это 4 строчки. «Где обедал воробей в зоопарке у зверей? Пообедал я сперва за решеткой у льва». Итак, первое предложение. «Где обедал воробей?» Это предложение содержит вопрос, поэтому в конце этого предложения стоит вопросительный знак. Второе предложение. «В зоопарке у зверей?» В этом предложении мы просто получили информацию. В конце такого предложения, ребята, ставится точка. И, наконец, последнее предложение. «Пообедал я сперва за решеткой у льва». И в конце этого предложения тоже стоит точка. В нашем выделенном фрагменте получается 3 предложения. В конце первого стоит вопросительный знак, а в конце второго и третьего предложения ставится точка. Вопросительный знак, восклицательный знак, точка. Ставится в зависимости от того, с какой целью мы произносим это предложение. Сегодня, ребята, мы добавим в словарике новое слово. Это слово «рисунок». Обратите внимание на его написание. Он у нас безударный, гласный «и». Нужно запомнить его. Запишите, пожалуйста, слово в своей словарике и запомните его произношение и написание. А для самостоятельной работы я вам предлагаю выполнить упражнение 3 на страничке 146. Вам нужно составить и записать предложение из данных слов. У вас получится два предложения. И эти предложения тоже, ребята, связаны с героем нашего стихотворения. У нас есть слово «на воробей сел в веточку». Вы уже знаете, что так как речь идет о воробье, значит, нужно предложение начать со слова «воробей». Потом мы смотрим, какое действие выполняет воробей. Воробей сел, а куда? На веточку. Совершенно верно. Получается предложение «воробей сел на веточку». Во втором предложении у нас есть слова «клюют», «пшено», «вкусные», «птенчики». В данном предложении речь пойдет о птенчиках. Значит, это слово, ребята, вы запишите первым. Действия птенчиков, они клюют. А вот что они клюют, я думаю, вы догадаетесь и сами сможете составить предложение. А наш урок, ребята, подошел к концу. Постарайтесь выучить какую-нибудь часть стихотворения «где обедал воробей» наизусть и запомнить, что в конце предложения мы ставим точку, вопросительный знак или же восклицательный знак. До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас вновь приветствовать. Тема нашего сегодняшнего урока по математике называется «День, неделя, месяц». Давайте посмотрим внимательно на экран. Какое время года и какое время суток изображены на картинке? Если вы внимательно посмотрите, то, конечно, заметили, что мы видим полянку. На ней очень много цветочков, полянка вся зеленая, цветет, в небе ласточки летают, солнышко ярко светит, на дереве цветочки. А значит, какое время года? Верно, ребятки, это лето. А какое же время суток изображено на рисунке? Конечно, это день, так как солнце ярко светит. Правильно, ребятки? А если сейчас лето, то какое время года было до этого? Правильно, до лета была весна. Давайте внимательно посмотрим на наши сегодняшние ключевые слова. Наши ключевые слова это «утро», «день», «вечер», «ночь», а также слова «в начале», «потом». Давайте с этими понятиями ознакомимся. Чтобы указать время суток, друзья, используйте такие слова, как «утро», «день», «вечер» и «ночь». Например, на первом рисунке изображено утро. На втором рисунке мы видим день. На третьем рисунке мы видим вечер. И на четвертом рисунке мы с вами видим ночь. Ребятки, посмотрите, время суток можно определить также и по состоянию солнца, по тому, как мы видим солнце. Когда солнце только начинает появляться за горизонтом, у нас наступает утро. Когда оно высоко на небе ярко светит, это уже у нас день. Под вечер солнышко спускается за горизонт тихо, медленно. И ночью солнышко мы не видим, зато на небе появляется луна. Мы с вами наблюдаем месяц. Правильно, ребятки. Теперь давайте определим приблизительное время суток на каждой картинке. В образце мы с вами видим утро. Как вы догадались, что это утро? Правильно, за окошком солнышко стало появляться за горизонтом. Девочка проснулась, подтягивается. Дальше давайте определим на следующей картинке, какое время суток мы видим. Давайте посмотрим, что мы с вами видим. Семья собралась за столом. Они ужинают. Почему ужинают? Потому что за окном мы видим, как солнце село за горизонтом. А значит, какое время суток? Правильно, это вечер. На следующей картинке мы с вами видим, как мальчик спит. А за окном мы с вами видим звезды и луну. Значит, какое время суток? Правильно, это ночь. Ну и на четвертой картинке мы с вами видим яркое солнышко на небе, дети возвращаются со школы. А значит, какое время суток? Правильно, это день. Теперь выполним следующее задание. Что было в начале, а что потом? Давайте внимательно посмотрим на картинки и определим. Дорогие друзья, мы с вами видим на первой картинке кусок ткани. Это было в начале. А что случилось с этой тканью потом? Правильно, из нее сшили платье. Мы с вами видим яичко. Это было в начале. А что случилось потом? Правильно, из него приготовили яичницу. Дальше мы с вами видим росток в горшке. А что случилось потом? Потом он превратился в такой вот красивый цветок. А дальше мы с вами что видим? Как дети из снега лепят. Что же они лепят? Правильно, ребятки, они лепят снеговика. Вот мы с вами определили, что было в начале и что было потом. Теперь выполним второе задание. Установите последовательность событий на рисунках в соответствии со временем суток. Давайте посмотрим внимательно на экран. Мы с вами видим, как петушок проснулся. Солнце выходит за горизонтом. А значит это какое время суток? Правильно, утро. Значит поставим цифру 1. Потому что мы с вами определяем последовательность событий. Дальше что у нас происходит? Вот оно, солнышко, выходит за горизонтом. И оно поднимается высоко на небо. И наступает день. Значит на четвертой картинке мы поставим под ней цифру 2. Что же случилось потом? Затем у нас солнышко спокойно, медленно спускается и прячется за горизонтом. И наступает вечер. Значит мы под этой картинкой поставим цифру 3. И наконец что у нас на четвертом месте? Правильно, глубокая ночь. Когда за окном темно и мы все ложимся спать. Поставим цифру 4. Вот мы с вами определили последовательность в соответствии со временем суток. Дорогие друзья, в одной неделе 7 дней. Дни недели сменяют друг друга. После воскресенья вновь наступает понедельник. Это нам говорит умный цыпленок. Давайте теперь вместе со мной назовем по порядку все дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Воскресенье. Друзья, понедельник это первый день недели. Вторник это второй день недели. Среда это третий день недели. Четверг это четвертый день недели. Пятница пятый день недели. Суббота шестой день недели. Ну и, наконец, воскресенье – это седьмой день недели, так как в неделе семь дней. Запомните, ребятки, это. А теперь давайте ответим на ряд вопросов. Какой день недели сегодня? Ребята, предположим, у нас сегодня с вами среда. Я запишу сюда среда. Какой же день недели будет завтра, если сегодня у нас среда? Правильно, друзья, завтра у нас будет четверг. Какой день недели будет через два дня? Если сегодня среда, то через два дня – это четверг, пятница. Мы прошли два дня и остановились на пятнице. Значит, через два дня будет у нас пятница. Какой день недели был вчера? Если сегодня у нас среда, то вчера на один день назад пройдем, и у нас получается вторник. Какой день недели был? Два дня назад. Если сегодня среда, давайте два шага назад проделаем от среды. Это вторник, понедельник. Значит, два дня назад был понедельник. Какой последний день недели? Ребятки, последний день недели – это, верно, воскресенье. Сколько дней осталось до субботы? Если сегодня среда, до субботы сколько дней осталось? Давайте посчитаем. Сегодня у нас среда. Считаем, дойдем до субботы. Четверг, пятница, суббота. То есть до субботы сколько дней осталось? Три дня. Сколько дней в неделю вы ходите в школу? Ребятки, до пандемии вы в школу ходили 5 раз в неделю. Но и сейчас у вас у всех занятия проходят в онлайн-режиме. Вы все посещаете занятия в виртуальной школе. И они у вас тоже проходят 5 раз в неделю. Правильно, ребятки. А в какие дни недели у вас по расписанию урок математики? Конечно же, у вас 4 раза в неделю проходят уроки математики. Правильно, ребятки, молодцы. Я уверена, что вы правильно отвечали на все вопросы. Ну что ж, теперь откроем рабочие тетради на страничках 56 и выполним задание номер 1. Установи соответствие и соедини линиями. Утро. Давайте посмотрим внимательно на картинке и найдем утро. Конечно, вот оно, наше утро. Третья картинка – это утро. Дальше найдем день. День – это когда солнце высоко на небе, ярко светит. Это вторая наша картинка. Теперь найдем вечер. Вечер – это когда солнце садится за горизонтом. Это наша четвертая картинка. Ну и, наконец, ночь. Конечно, самое темное время суток – это ночь. Соединяем с первой картинкой. Молодцы. Выполним задание номер 2. Что было раньше, а что позже? Соедини соответствующие картинки. Итак, посмотрим на экран. Раньше был хлопок, а позже он превратился во что? Из хлопка, как вы знаете, шьют одежду. Правильно. Раньше были дрова. Ну, из дров их напилили, их обработали. И из них что сделали? Мебель. Правильно. Раньше была пшеница. Из нее получили что? Муку. А из муки приготовили что? Хлеб, конечно, друзья. Раньше были кирпичи. Из кирпичей что произошло? Правильно. Построили дом. Правильно, ребятки. Молодцы. На этом, дорогие друзья, наш сегодняшний урок подошел к концу. Вам для самостоятельной работы я предлагаю в рабочих тетрадях на страничке 56 выполнить задания номер 3, 4 и 5. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас видеть на очередном уроке познания мира. Тема нашего сегодняшнего урока называется «Виды транспорта». Как вы знаете, на прошлом уроке мы начали изучать эту тему. Сегодня мы с вами продолжим изучение видов транспорта. Давайте вначале вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. И что такое транспорт? Конечно, вы помните, что транспорт – это средство перемещения людей и грузов с одного места в другое. Мы с вами на прошлом уроке обсудили некоторые виды транспорта. Вы уже знаете, что такое наземный транспорт. Это транспорт, который служит для перевозки людей и грузов по суше. А что относится к наземному транспорту? Верно, это легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи и так далее. Мы с вами также изучили водный транспорт. Давайте вспомним, что такое водный транспорт. Это транспорт, который предназначен для перевозки людей и грузов по воде. Мы с вами также определили, что водный транспорт является одним из древних видов транспорта. Что же относится к водному транспорту? Верно, это лодка, катер, пароход и так далее. Ребятки, на прошлом уроке также мы с вами обсудили, что транспорт может быть пассажирским. Это тот транспорт, который перевозит пассажиров, то есть людей. Также транспорт может быть грузовым, то есть тот транспорт, который перевозит грузы. А что такое груз? То есть грузом может быть все, начиная от строительных материалов, продуктов питания, заканчивая одеждой. Верно, ребятки. Мы также на прошлом уроке с вами изучили, что транспорт может быть служебным. Давайте вспомним, что такое служебный транспорт. Верно, служебный транспорт – это тот самый транспорт, который используется на службе, на определенной работе. Например, в работе сотрудников МЧС или пожарников к нам на помощь приходит пожарная машина. Либо у полицейских – это полицейская машина. Либо у врачей, которые помогают людям в трудную минуту, когда нам плохо. Это машина скорой помощи. Она всегда приходит нам на помощь, ребятки. Верно. Ну, сегодня мы с вами продолжим и ознакомимся с новым видом транспорта, таким как воздушный транспорт. Давайте определим, что такое воздушный транспорт. Дорогие друзья, воздушный транспорт предназначен для перевозки людей и грузов по воздуху. А что относится к воздушному транспорту? Самолет, вертолет, воздушный шар. Предлагаю вам дополнить этот список двумя-тремя своими примерами. Друзья, а вы знаете, что воздушный транспорт – это самый быстрый вид транспорта. То есть, если вам необходимо за короткое время, например, полететь в другую страну, естественно, вы можете воспользоваться воздушным транспортом. Друзья, помимо воздушного транспорта существует еще и подземный транспорт. Конечно, он вам всем хорошо известен. Подземный транспорт – это наше метро. Ребята, как вы знаете, метро – это самый распространенный вид транспорта. То есть, метро пользуется большинство населения. Почему? Потому что, во-первых, это быстро. Если мы едем в машине, либо в автобусе, то на дорогах бывает очень много транспортных средств, и часто движение останавливается, образуются пробки. А в метро этого нет. Но в данный момент, вы все знаете, так как мы с вами в условиях пандемии, наше метро не работает. Но в обычные дни метро – это тот транспорт, которым пользуется большинство населения. Дорогие друзья, теперь откроем свои учебники и выполним ряд заданий на страничке 65. Посмотрите на следующее задание. Отметьте на картинках транспортные средства и перечислите их названия. Каким из них вы чаще всего пользуетесь? Давайте среди данных картинок найдем транспортные средства и выделим их. Итак, это метро, верно, это также автобус, верно, также это велосипед. Тут был такой вопрос, каким из этих транспортных средств вы чаще всего пользуетесь? Конечно, я уверена, что вы дали разные ответы. Среди ваших ответов прозвучали и названия метро, и автобуса, и велосипеда. Больше всего наверняка это был велосипед, потому что скоро наступят летние каникулы, а летом все детки любят кататься на велосипеде. Верно, ребятки. Теперь посмотрим дальше. В каких целях используются средства, изображенные на картинках? И объясните. Давайте сначала разберем, что мы видим с вами на картинках. На первой картинке мы с вами видим лифт. Что же такое лифт? Давайте разберем. Дорогие друзья, мы живем с вами в городе. В городе есть дома разной высоты. Есть пятиэтажные дома, девятиэтажные дома, есть также многоэтажные дома. И я уверена, что среди вас есть детки, которые живут в многоэтажных домах. Как же быть людям, которые живут в многоэтажных домах, если им необходимо в день по несколько раз подниматься и спускаться? Конечно, на помощь таким людям приходят лифты, которые сооружаются в многоэтажных домах. Лифт, ребятки, это тоже средство перемещения людей с нижних этажей на верхний и наоборот с верхних этажей на нижние этажи. Конечно, лифт нам облегчает нашу жизнь, потому что если бы не было лифтов, нам бы приходилось бы пешком подниматься и спускаться в день по несколько раз. Дальше мы с вами видим эскалатор. Что же такое эскалатор? Верно, эскалатор – это движущаяся лестница. А где мы можем с вами встретить эскалатор? Конечно, в метро. Чуть ранее мы с вами говорили о подземном транспорте. Конечно, эскалатор относится к метро. Ребятки, будучи на эскалаторе, обязательно надо соблюдать правила безопасности. О них мы с вами тоже как-нибудь поговорим. Дальше мы с вами видим канатную дорогу и кабины, которые едут по канатной дороге. Для чего нужна канатная дорога? Конечно, чаще всего ее устанавливают в местах отдыха, в зонах отдыха. С помощью канатной дороги, сидя в кабине, люди могут созерцать красоту горных вершин. Вот мы с вами объяснили на картинках, что мы видим и в каких целях они используются. Ребятки, так как мы с вами затронули тему метро и эскалатора, давайте затронем следующую тему. Мы с вами сказали, что некоторые дети живут в городе, в многоэтажных домах. Но все ли дети живут в городе? Нет, среди вас есть такие, которые живут в сельской местности. А скажите, пожалуйста, в сельской местности все ли виды транспорта можно встретить? Конечно, нет. Чаще всего в сельской местности мы можем с вами видеть наземный транспорт. Это легковые, грузовые, автомобили, автобусы. В некоторых сельских местностях также это могут быть поезда, электрички. Ребята, но в сельской местности мы можем с вами встретить служебный транспорт. Да-да, вы не расслышали. А какой именно? Это комбайны, а также тракторы. Комбайны, тракторы – это тоже служебные машины, так как они помогают людям на поле. Когда, например, люди работают на поле, им на помощь приходят служебные машины, такие как трактор, комбайн и так далее. Когда мы затронули тему эскалатора, хочу вам сказать следующее. Ребятки, не путайте название эскалатор с названием экскаватор. Экскаватор – это тоже служебная машина. А где она используется? Верно, на стройке. Правильно, ребятки, молодцы. Ребята, посмотрим дальше. В ваших учебниках есть такая картинка. Давайте ее рассмотрим. В старые времена вместо современных автомобилей использовались другие виды транспорта. Например, фаэтон. На картинке как раз изображен фаэтон. Дорогие друзья, а для чего используют фаэтон в современной жизни? Ведь вы знаете, сейчас очень много разных современных автомобилей. Но кто часто гуляет в городе, особенно летом, замечал, что по центру города можно увидеть фаэтоны тоже. Фаэтоны, ребятки, это специальная такая тележка, которую впрягают в лошадь, и на ней перемещаются по городу. Для чего используют в современной жизни фаэтоны? Конечно, для того, чтобы показать туристам или жителям города всю красоту нашего родного города Баку. Верно, ребятки? Ребятки, транспортные средства помогают людям быстрее добраться до пункта назначения. Запомните это. Друзья, на этом наш урок подошел к концу. Я уверена, что сегодня вы много чего нового узнали и запомните все транспортные средства, о которых мы с вами говорили. Ну а для закрепления я вам предлагаю в ваших учебниках на страничке 65 еще раз рассмотреть картинки и ответить на вопросы по этим картинкам. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи.